МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 апреля весь мир вспоминает жертв трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, случившейся 29 лет назад. Крупнейшая техногенная катастрофа 20 века не имеет прошедшего времени. Смертоносное радиоактивное облако пронеслось над территориями Украины, России, Белоруссии и затронуло скандинавские страны. Ликвидаторами аварии признаны около 600 тысяч человек. Устранение ее последствий длится до сих пор, а люди, полностью осознавая опасность происходящего, бросили свои силы на ликвидацию взрыва 4-го блока АЭС. Они до сих пор вспоминают о тех событиях с содроганием. Не грех сегодня напомнить. Главный и самый мощный удар радиации в 86-м приняли на себя солдаты. Бросали их в самое пекло. Совковыми лопатами сбрасывать ядерное топливо и графита в развал, собирать его вокруг станции. Солдатики погасили высочайшие уровни радиации на промплощадке. На профессиональном языке это называется дезактивацией. В защитных балахонах и масках они же держали оборону по периметру запретной зоны, отмывая выходящие из района катастрофы транспорт. На ликвидацию последствий аварии было брошено 210 воинских частей, около 340 тысяч военнослужащих. Там гражданских было очень мало. Там специалисты с атомных электростанций, с институтов, специалисты. А так там гражданских-то не было. На крыше вот ребята были, но тогда добровольцы посылали. Ребята в основном молодые туда ходили собирали графит. На станции, там вот бригада, допустим, мне приходилось работать и снимать зараженный грунт там. А грунт там снимали буквально через каждые две недели его снимали. Потом опять их грунт снимается. Допустим, где вот близко к зданиям же трактора, ничего, бульдизера не могут подъехать. А кто? Солдат снимает этот грунт, лопаты. На два штыка его снимают. Потом опять засыпали песками. Песком тоже самое. Песок, щебенку засыпали, все. Создали проязвую часть, чтобы было все так же. Биологическую стенку пришлось снимать. То же самое, вот очищать штукатурку, очищали радиационную, все это. Потом опять штукатурили. За десятилетия уровень радиации по зоне снизился примерно в сто раз. Но средние показатели загрязненности примерно то же самое, что средняя температура по России. Радионуклеиды легли где густо, где так себе, где и вовсе пусто. Есть пятна, где и сегодня можно за день-два набрать годовую дозу облучения. Из лепедаторов нас вот когда вот призывали, там две с половиной тысячи были примерно. Около 900 с лишним человек, около тысячи человек уже умерло. Уже умерло. Наверное, тысяча четыре, тысяча триста вот осталось в живых. Чего ты еще? Да. То очень многие лежат, допустим, вот, не двигаются даже без ног, без рук. Я вот, допустим, вот, когда работал после Чернобыля на заводе, то у меня руки ни с чего начинают трястись. Вот инструмент у меня, вот, в основном инструмент, отерка в руках и приборы. И вот в прибор берешь, отерка берешь, вот, рука трясется, не может попасть в шлиц винта, не может попасть. Я даже сознание терял. Вот идешь, с супругой идешь, раз, и потерялся. Щитовидную железу удалили, это узлы, ну, онкология, считай. Предстательную железу удалили, тоже онкология. Желудок, там это язва была, тоже там это операция была. Взрыв четвертого реактора практически вывел из строя всю АЭС. Площадка перед станцией была усыпана осколками графита топливных сборок. Впоследствии с нее было вывезено 25 тысяч кубометров грязного грунта. Его снимали радиоуправляемые бульдозеры. Железобетонными плитами накрыли 187 тысяч квадратных метров площади. Помещения первого и второго блоков не пострадали от ударной волны, но сильно загрязнились. Третий был выведен из строя. На БЧВУ-3 тоже самое пришлось, в реакторном тоже самое чищать от грязи, пыли, все вот это. Потом коммуникационные каналы были, тоже самое, вот пришлось, приходилось вот чистить вот эти, там грязь, пыль, все, это мыть их тоже самое. А куда девали эту пыль, грязь? Ну, это собирались они в контейнер, потом грузили на машине и отвозили в могильники. Какая техника там из зоны не вывозилась? Там, ну, ее потом где-то уже, после нескольких там дней или месяцев, как уже заряжение получило, ее там складывали и закапывали технику. Там, в принципе, она осталась. После того, как к лету 86-го из реактора вылетело все, что можно вылететь, стали более или менее известны масштабы радиационного загрязнения. Опасную для проживания человека территорию очертили циркулем. Центр ЧАЭС радиус 30 километров. Попавшие в круг села эвакуировали. Как быть с отчужденными землями? Вопрос тогда представлялся второстепенным. Главная забота – разрушенный реактор, строительство саркофага. На это были брошены колоссальные людские и материальные ресурсы, как бывает только на войне. Не считались не только с затратами, но и с людьми. И не даром ветераны-чернобыльцы так и делят теперь свою жизнь до войны, после войны. Ну, страшно-то, конечно, было. Знаете, вот оно в нервном состоянии было какое-то такое вот. Очень раздраженный был. Когда первую радиацию я начал получать, у меня очень сильно головные боли были. Головные боли сильные были. И кашель забивал. В другой раз, допустим, ни с чего, ни с чего, кровь из носа идет. Откуда ты? Или повышенное давление, ничего, вот кровь потекла и все. Потом, пока остановишь, это уже время уходит. Врага не видишь, а тебя со всех сторон, вот как давит вот эта радиация, со всех сторон давит. Вроде бы не ощущаешь его. Так как-то никто и не задумывался об этом, не ощущали. Ведь это ж не видно, кто ее знает, кто больше, кто меньше. Некоторые вот получали очень большие дозы. Ну, или останавливались и монтировать машину в зоне, которая там, вот, около этого леса. Ну, вроде бы ничего страшного, ну, машина там колесо спустила, это, и потерялись сознание. Специалистам изначально было понятно, зона является уникальным полигоном для научных наблюдений и исследований. Были созданы и работали подразделения по изучению влияния радиации на растения и животных, радиационного контроля и дозиметрии, по захоронению радиационных отходов и контролю за ними, по дезактивации, слежению за процессами, идущими в саркофаге и прочим. Потом поняли, усилия нужно координировать. Если фронт превышал, допустим, свыше, там, определенного количества рентген, допустим, свыше 15 рентген, время работы там уменьшался, допустим, до минимума. Там проходилось, работа идет, допустим, по 15 минут. Отработал, проходишь через ПУСО, а на ПУСО стояли вот солдатики, срочники. Их тоже призывали то же самое. На БК-1, вот на ПУСО все стояли срочники. Они пропускали вот нас мыться. Промылся, выходишь вот с другой стороны, опять там тебе одежда дает. Как ты промыл, то же самое, там стоят японские приборы. Стоят, ты встаешь вот так вот, руки растягиваешь, оно тебе высвечивает, допустим, в каких точках у тебя там сохранили, у тебя внутренний фон, какой у тебя сохранился. Прибыли это Чернобыль, разместили АЭН, это там деревня, ну, она Чернобыль, я не знаю, сколько была. Но она не в 30-километровой зоне. В 30-километровую зону это уже потом ездили туда. Там, хотя фон, конечно, был большой, но все равно там меньше, конечно, небольшой. Так почему же все-таки зона 30-километровая? Почему не 25 или, скажем, не 31? Причина оказалась тому простая. По регламенту, возле каждой АЭС ведутся радиационные наблюдения в районе 30-ти километров. По данным шести контрольных постов, в момент взрыва и определили, заражено и опасно. Потом оказалось, что нет такого циркуля, который может очертить пределы загрязнения. К землям отчуждения прибавилась зона обязательного отселения. К ней зона гарантированного отселения. На самом деле оно было по желанию. И уж к этой зону усиленного радиационного контроля, в которую входит Киев, 12 украинских областей, 3 миллиона 100 тысяч гектаров плодородных земель густо засеяны радиационным цезием. Потекли, как и напророчено, в апокалипсисе, в морях горькие от звезды полынь реки, потому что Чернобыль с украинского полынь обыкновенная. Редактор субтитров А.Семкин